Госпожа Афон Крамон, хотелось бы по поводу рычагов, которыми Европа и Евросоюз могут повлиять на ситуацию в Украине. Если, например, Украина не выполняет какие-то взятые на себя обязательства по избирательному правосудию, свободе слова и так далее. Вы посетовали, что у Евросоюза недостаточно рычагов давления, влияния на ситуацию. Скажите, насколько реален такой рычаг? То есть, да, Европа не может сделать список магнитского, еще что-то, арестовать счета, да, это понятно. Но может ли обсуждаться вопрос создания списков отдельных личностей, по которым доказано, что они незаконно действуют, не для того, чтобы что-то им запретить, не для того, чтобы запрещать им ездить в Европу, в Альпу, а для того, чтобы была упрощенная процедура возврата их в Украину? Насколько это вообще реально? Насколько это очень важных вопросов, я не уверяю, что это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос, что в Украине стоит, но мне кажется, что это очень важный вопрос. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Это уже, если бы почему, кто-то великий вопрос, кто-то здесь как-то, кто-то, кто-то великий, и кто-то великий манкетинговый, великая ценность, что в России уже в регистрации. И это уже не так, как это было. Я могу сейчас еще ничего сказать, потому что нет планы, как мы с вами умеем. Но я думаю, что это должно быть в основном, мне кажется, что это должно быть в основном. Что касается отношений о Сенсации, это не было конкретно, но должно быть отдельное отношение, в Европе, с Украиной, о том, чтобы были направлены на людей, которые провинились в Украине, все направлены на санкции. И вопрос, кто что натворил, этот вопрос должен фиксироваться в Брюсселе. Но конкретных планов нет, при этом, я думаю, что это должно быть в этой перспективе. Но я думаю, что Мангель Шонка, который Генерал-Статсанвальт, который все подпятил, в принципе, всю фрецессию, мне кажется, что они никогда не веряты в Европу. Ренат Кузьми, я имею в виду, какой-то человек, который мне кажется, что, конечно, что, это не может быть в Европу. что он не хочет верить в Европу. Да, а такие люди, как Пошенко, например, который всех посадил в тюрьму, по моему мнению, такому человеку должно быть отказано в въездах в европейский союз. Но что касается соглашения облахсоциации, то там... Нет, нет. Это понятно, но если спросят ваше мнение, вы бы поддержали такую инициативу? Прекрасно. Один голос уже есть.